Всем мое почтение, друзья! И сегодня, 23 июля 2023 года, в такую вот, так сказать, необычную дату, 23.07.23, состоялась встреча, уже может быть даже тысячная, встреча Лукашенко с Путиным. И вот что мы можем с этого встречи подчеркнуть? Что она нам дает? Красной, так сказать, нитью проходит тот, что направление, а вернее, так сказать, цель Путина и Лукашенко это отсечь Украину от Польши. Лукашенко сказал, что, якобы, они не дадут Польше расчленить Украину и забрать западную часть Украины, западные области. И вот если мы с вами порассуждаем, что может воспрепятствовать, так сказать, их плану? Это единение между Польшей и Украиной. А что может помочь их плану? Это, фактически, отсечение Украины от Польши. И это даст очень-очень много, так сказать, плюсиков для Российской Федерации. Это фактически превратит Украину в один огромный котел. И я лично считаю, что тут два варианта. Тут можно пойти на Польшу, как они и мечтают, и отсекать Украину по польской территории. И есть менее затратный для вот этой двойки Лукашенко-Путин вариант. Это идти отсекать Украину от Польши по украинской территории, то есть по западным областям. Какой выберет путь эта команда, эта команда Люцифера, Антихриста в лице Путина и Лукашенко, непонятно. Но я лично считаю, что вот эта встреча, эта встреча фактически указывает и какое их будет дальнейшее действие. И самое главное, вот смотрите, встреча Путина и Лукашенко. А буквально на 26 июля 2023 года созывается Совет НАТО, Украина-НАТО. Это все по просьбе Зеленского. Как вы считаете, это связанные вещи? Сначала Лукашенко с Путиным о чем-то в тысячный раз болтают, на камеру озвучивают фактически, какая их цель дальше. А сейчас созывается Совет НАТО по Украине. Хотя недавно сам Зеленский и фактически основная тема была на саммите НАТО Украина. Ведь недавно это было. Что, так сказать, встревожило и НАТО, и Зеленского? Напишите в комментариях. Я лично считаю, что удар будет для того, чтобы отсечь Польшу от Украины. Ну или наоборот. И это очень и очень выгодно для Путина, так как оборвет основные пути, 80% фактически путей снабжения украинской армии и украинского государства. А вы вот что думаете по поводу этого? Напишите в свои комментарии. Будет интересно почитать. Я лично считаю, что войны не миновать. Войны России против Польши. Это мое лишь мнение, мнение простого человека.